Сейчас мы уже пригласили и можем просто показывать то, что мы сделали за эти годы. У нас замечательная команда, так можно сказать, единомышленный. Аркадий Левин, московский режиссер, продюсер и театральный педагог. Отец Александр Агентин, московский режиссер в Москве, историк по образованию, богослов, очень отлаженный священник. Мы за несколько лет рискуем и делаем проекты, духовно-посудистические проекты, которые, конечно, вот это слово медиа-ресурс, да, они призваны быть медиа-посудиями между сильным милостью и, собственно, той культурной традицией, которую воспитываем и как трудно-светоковый, я есть продукт. Вот мы есть продукт труда многих поколений предшествующих, и мы получаем колоссальную радость от того, что мы можем транслировать эти свои радости и понимания в мир. Я очень быстренько покажу презентацию на первый проект, который мы делали на основе первого издательского проекта «Храма Христа Спасителя», и была такая книжка чудесная, она звала «Сколько лет и Господни». Это антология политическая, вот эти, как я сказал слово, шикарнейший проект, он действительно удивительный, потому что очень большое количество людей, во слава Богу, пришли по участку людьми. То есть, ну, для начала 50 удивительных артистов, то, что называется туповых артистов, пришли и прочитали стихи о русской, о природе, погоде и о православных праздниках. То есть, чуть и менее, все, которые относятся к конкретному дну кода, у нас представлены таким вот этим единственным образом. Мы оживили пейзажную живопись русскую, мы сняли анимацию, используя фрагменты киевской художественной акцентрии, то есть перерабатывая этот художественный материал. У нас получилась такая книжка, нам было очень важно эту эстетику сохранить, не очень модную, то есть нам было очень важно как раз донести, просто стать посредниками на пути к тому наследию русской культуры, который, собственно говоря, в общем, это глубокоучительский проект. Я покажу презентацию, если там есть звук. Звук есть. Звук. 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 Мы слышали Федора Фостербаева, да? Я вижу облако сияющее, крышу, блестящую дали от зеркала, я слышу. Люблю, когда в деревах огонь зеленый шевелится, то сучьи золотых стволов, как свечи, теплятся при тайне. Разверзся бархатный чертог, небес в углуки, и оттуда, как струны болезной лучи, светлей крашей зумруда и ослепительной борчи. Погляди, в саду дорожки посидели от луны, табаки раскрыли звезды, ароматные пленны. Прекративший ветер, все бы солнце грело, все бы драло сердце, все бы в душе светлело. Но мы как-то любим ветер до ненависти и бессчадных уют и себя исчезли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне больше прощения, что это так долго, но мне показалось лучше показать, чем больше сказать. Теперь о том, как эти дни выживаются. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сохранить вот это ощущение бумажной книжки, немножечко простой, не 3D, бумажной медведь и прочие достойные работы, а именно ощущение, опять-таки, проводника. То есть мы служим посредником бумажной книги. И более того, я как создатель не единственного медийного проекта, я рекомендую не увлекаться этим всем и сокращать максимальное время работы с мультимедийными проектами. Потому что, еще раз говорю, чем лучше они сделаны, тем быстрее и проще они являются посредниками по доставке человеку к культуре, к ощущению земли вокруг себя, как продолжение себя, культуры и так далее. То есть просто это прекрасный инструмент, у которого есть возможности и опасности этого культурного мультимедия. Вот, значит, что здесь имеет смысл отметить? Музыка, тропари, патриарший хор предоставил нам свои записи, патриарший хор и хор Храм Христа Спасителя. Это замечательно, там нужно заходить и исследовать, значит, видео, это записи и анимация, и стихи. Этот раздел раздел был разбит на 4 тома, то есть это осень-весна-зима-лета, вы обращаетесь к одной из частей и исследуете книжку в том виде, который для вас является возможным и удобным. Вот, собственно, если очень коротко, можно таким образом с изображением тома, это не безупречная, например, конструкция сайта, мы бы уже обновили 10 раз все и сделали бы здорово и интересно. Николай Бенедич, осень, добра вы пышные, где ваше одеяние, где ваши прелести у холма и поля, журчание ключей, цветов, благоуханье, где красота твоя, роскошная земля? Спасибо. И следующая часть тома православные праздники, то есть времена года и православные праздники. Дальше, это хорошо известный вам календарь православный, который, ну, представлен... Александр Долг, на поле поля. Сентября, это празднование Донской иконы Божьей Матери. Ночь, когда мы май залег с ордою, с тебе и мосты. Я прошу прощения, на мой взгляд, после Аверина необходимость в 3D голове отпадает сама собой, потому что человек погружает вас без дополнительных шумов, эффектов, просто даром, который ему Господь дал, абсолютно туда, куда вас нужно доставить. Тем более, здесь я, вот поэтому, мне кажется, очень большой и необходимый здесь элемент, мне кажется, мы перейдёмся к этому, это качество, вот качество этого, простите, продукта. Качество. И привлечение, ну, вот то, о чём говорит Фёдоров, людей, которые обладают этим опытом в других культурных проектах. Второй проект, который я очень быстро хочу представить, это проект, который является таким мультимедийным, мультикультурным проектом «Описание России». Это такая карамзинская работа, которую мы не всегда взяли и до какого-то момента превосходили. То есть, это описание России, составленное специфическим образом. То есть, описаны регионы, вот этот проект последний, который мы сделали для поддержки Министерства образования и науки, «Золотое кольцо» в рамках проекта «Дороги России». Мы описываем, ну, очень простым образом. Это такой гипертекст, в который вы попадаете, если вы едете по дороге, там, в Клин, то у вас звучит музыка Чайковского. У вас подключаются к этому аудиогиды, вы видите произведения русской культуры, храмы, прески, уцелевшие, утраченные достояния. То есть, структура этого проекта, она такой абсолютно замечательный и немного идеализированный шар, который можно поворачивать за разные стороны. И, соответственно, всю историю «Носферы» в этом самом конкретном месте наблюдать, читать, слушать и смотреть видео. То есть, мы сделали в рамках «Золотого кольца» 8 городов «Золотого кольца», это, соответственно, описание, и вот такая вот структура, которая позволяет в каждом из городов выделить сценарий описания этих городов. И, пройдя по ним, соответственно, получить максимальную информацию о городе. Это удивительная затея, с нами работали замечательные профессионалы, вот МГУ, Петербургский университет. Но дело даже не в этом, а дело в том, что в этот проект включилось совершенно колоссальное количество людей. Мы собирали фотографии. Здесь есть такой раздел, называется «Мультимедиа». Ну, это вот как раз то самое описание «Носферы», о котором я говорила. И вот в этом мультимедийном проекте встречаются, ну, то есть от кинофильмов и до фотографий встречаются все современные фотографы, которые по каким-то своим профессиональным соображениям не встали, может быть, на одну платформу, там, в «Магнуме», или в «Севне», или еще что-то. А здесь они, собственно, объединили свое мастерство, и мы таким образом собрали колоссальную коллекцию высококлассных таких монтиров, которые представили, ну, я не знаю, я первая попавшая, если все, простите, открываю, не по плану, а просто для того, чтобы дать представление о сложности этого произведения и о его действительности. Вот «Болтарцын и Ксенишина». То есть понятно, что мы отбирали эти проекты, для нас был важен человек, красота его жизни, деятельности. Мы не стремились к, извините, таким процентам, для того, чтобы нам не близко. Вот. Ну, соответственно, описание. И следующая задача с музыкой. То есть здесь есть несколько фильтров, которые мы используем. Музыка, кино, фотография, живопись, литература. И по такой гейминеместа, по локационному принципу мы рассматриваем весь спектр, который у нас представлен. Здесь же я хочу просто быстренько еще три минуты. У меня есть буквально минуточку? Лучше минуточку. Минуточку. Здесь я хочу быстро представить человека, в трубе которого мы сейчас снимаем фильм о Уильяме Гурненфилде. И это такой американец странный, который 50 лет изучает русские храмы. Фотографирует. Его коррекция сейчас насчитывает 200 тысяч единиц в фотографии. И это во многом уже те храмы, которые мы потеряли навсегда. К сожалению, то есть вот Кандапопа, Успенский храм, Дима, это все есть в проектах этого удивительного человека. Он представлен здесь. И в декабре в инваре у нас появился фильм, который называется «Сокровище Уильяма Гурненфилда». Это уникальный материал. Это 50 лет работы в России. И вот при всем неокончательном варианте работы этого портала мы представляем этот проект с большой радостью, потому что это такая вот тоже уникальная работа. Мы вообще столкнулись с большим количеством открытий в своей работе. Вот одно из них это профессор Гурненфилд. Заходите на эти сайты, обращайте им их несовершенства. На сегодняшний день это плод работы очень большого количества людей.